Объемы авиаперевозок по местным воздушным линиям за 8 месяцев этого года увеличились более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это несмотря на сложные экономические условия. Впрочем, за летние месяцы пассажиропоток несколько уменьшился. Основная тому причина – достаточно серьезное повышение тарифов на билеты на 10% с января и на столько же в мае текущего года. По словам директора авиапредприятия Валерия Стопчука, мера эта вынуждена. В бюджете сегодня не так много денег, поэтому и параметры субсидирования из региональной казны теперь другие. В целом же Наринмарский объединенный авиаотряд ушел в плюс и заработал за период с января по август на 156 миллионов больше, чем за такой же период прошлого года. В перспективе продолжения наращивания объемов, за счет чего предприятия планируют сохранять хорошие показатели и какие цели ставят перед собой руководство авиаотряда, узнала наш корреспондент Алина Вучейская. Особенно летом плохо улетать. Тут целая куча стоит. Такая там и не пробиться. Указы местных воздушных линий, как всегда, ажиотаж. Оно и понятно. Для жителей многих населенных пунктов Ненинского округа малая авиация – единственный способ добраться до Наринмара и обратно. За 8 месяцев этого года по внутренним рейсам окружные авиаторы перевезли больше 15,5 тысяч человек. Это на 2% больше, чем в прошлом году. Жители населенных пунктов по-прежнему летают на аннушках и вертолетах Ми-8. По словам гендиректора авиаотряда Валерия Стопчука, этим рабочим лошадкам севера замены нет. Сейчас в авиапарке предприятия 17 винтокрылых машин Ми-8 и 6 самолетов Ан-2. В планах переоборудование аннушек в соответствии с современными технологиями. Вместо поршневого двигателя будет американский газотурбинный с новым винтом. За счет этого увеличится энерговооруженность. Там будет совершенно другая экономика. Он будет процентов на треть дешевле, чем эксплуатация этого самолета. Но, тем не менее, переоборудование потребует серьезный средств. На сегодня цифра озвучена – 1 миллион 200 тысяч долларов США переоборудование одного самолета. Но в чем прелесть этого проекта? То, что самолет Ан-2, он остается самолетом Ан-2. То есть шасси, те площадки, которые есть, мы также их будем эксплуатировать. С вертолетами ситуация немного другая. Начиная с 2017 года их начнут списывать в связи с выработкой назначенного ресурса. В 2017 году на пенсию отправится один Ми-8. В 2018 еще один, в 2019 два вертолета. Впрочем, на сегодняшний день удалось продлить календарные сроки эксплуатации двум винтокрылым машинам. А буквально на днях хорошая новость пришла от окружных парламентариев. На осенней сессии было принято решение выделить 150 миллионов рублей на оплату первого взноса для покупки нового вертолета Ми-8МТВ в Лизинг. До 20 октября Наринмарский авиаотряд должен внести необходимые средства, чтобы вертолет заложили на стапеля. А уже через год новое воздушное судно будет бороздить просторы северного неба. Мы заказали пассажирскую машину, то есть у него будет удлиненный пол, 26 кресел, для того, чтобы увеличить провозную емкость. Особенно на коротком плече, таком как Харьер, Индиго, Нижняя Пеша, очень удобно будет использовать этот вертолет. Тем более он будет оборудован системами захода на посадку, ГЛОНАСС-ГПС, системой раннего предупреждения о близости земли. То есть те требования, которые федеральные авиационные правила предъявляют к эксплуатантам, он будет полностью оборудован. То есть он сможет выполнять полеты днем, ночью в сложных метеоусловиях. Что касается межрегиональных перелетов, то в этом году из региона ушли два перевозчика, которые составляли конкуренцию на линиях Наринмар-Москва и Наринмар-Санкт-Петербург. На смену им пришли Эмбрайер и Коми-Авиатраса. Правда, по другим направлениям. Они соединяют окружную столицу с Иктывкаром и Кировом. Вопросы с межрегиональными перевозками поможет решить присвоение аэропорту Наринмара статуса узлового. С такой инициативой окружные парламентарии обратились в Минтранс. Напомню, список узловых аэропортов является закрытым. И в него не включена воздушная гавань окружной столицы, которая, кстати, в нашем регионе является единственным пересадочным пунктом для пассажиров местных авиалиний на межрегиональные маршруты. Также такой статус позволит снизить тарифы на пассажирские авиаперевозки за счет дополнительного субсидирования из федерального бюджета. Алина Волучейская, Антон Водряков, Телеканал Север.